Здравствуйте, друзья! История знает немало фактов, когда важные и полезные изобретения, которые создавались с благими намерениями, не выполняли своего предназначения. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию список изобретений, которые по каким-либо неизвестным причинам привели к катастрофам, ущербу окружающей среде и человеческим смертям. Итак, поехали! Циклон-Б Фритц Габбер – немецкий ученый, который изобрел дешевое азотное удобрение и создал из него химическое оружие для Германии во время Второй мировой войны. Его изобретение фактически стало причиной смерти 1 миллиона 200 тысяч человек. Циклон-Б использовался в газовых камерах во время Холокоста. Агент Оранж Артур Гелстон изобрел химикат, который ускоряет рост сои и позволяет выращивать сорта с коротким вегетационным периодом. К сожалению, при высокой концентрации Агент Оранж превращается в гербицид и губит не только посевы, но и людей. Словесное название «Оранж» вещество приобрело из-за оранжевой окраски бочек, которые использовались для его транспортировки. Во время Второй Индокитайской войны с 1961 года по 1971 год 77 миллионов литров этого химиката были распылены над большей частью территории Южного Вьетнама, что вызвало 400 тысяч смертей и еще 500 тысяч случаев рожденных дефектов среди вьетнамского населения. Пулемет Гатлинга Ричард Джордан Гатлинг в 1862 году изобрел пулемет под названием «Revolving Battery Gun» после того, как заметил, что большинство смертей во время Американской гражданской войны были вызваны болезнями, а не пулями. В 1877 году он написал «Мне пришла в голову идея, а что, если изобрести машину-оружие, которое благодаря скорости стрельбы могла бы позволить одному человеку совершить столько выстрелов, сколько сделали бы 100 человек?» Это исключило бы потребности в многочисленных армиях, снизило бы продолжительность боев, что впоследствии уменьшило бы риск возникновения болезней. Пулемет Гатлинга наиболее успешно использовался, чтобы расширить европейские колониальные империи, безжалостно кося коренные жители, вооруженных примитивным оружием. Тринитротолуол Юлиус Вильбранд – немецкий химик, изобревший тринитротолуол в 1863 году. Для использования в качестве желтой краски интересно, что вплоть до 1902 года разрушительная сила тротила не была известна. Сейчас же это наиболее распространенное взрывчатое вещество, переменяемое для снаряжения боеприпасов. Тетраэтилсвинец Томас Мидгли обнаружил, что фреон, как безопасный хладагент, мог заменить токсичные хладагенты, типа аммиака. Это привело к колоссальному ущербу, нанесенному озоновому слою. Его другая известная идея состояла в том, чтобы добавить тетраэтилсвинец в бензин, который якобы снижал его взрывобезопасность. Вскоре это вызвало проблемы со здоровьем у людей по всему миру, а также смертельные случаи отравления свинцом. Томас Мидгли, как полагают, является человеком, который оказал большое влияние на атмосферу, чем какой-либо другой организм в истории Земли. Зарин Доктор Герхард Шреддер – немецкий химик, специализирующийся на открытии новых инсектицида. Он надеялся добиться успеха в борьбе с голодом в мире. Однако доктор Шреддер прежде всего известен благодаря своему случайному открытию агентов нервно-паралитического действия, таких как Зарин, Заман и Табун. Из-за этого его называют отцом агентов нервно-паралитического действия. Термоядерная реакция Сэр Маркус Лоренс Элвин Олифант первый обнаружил, что тяжелые водородные ядра могут взаимодействовать друг с другом. Эта реакция термоядерного синтеза стала прародителем водородной бомбы. Десять лет спустя американский ученый Эдвард Теллер использовал исследование Олифанта для создания водородной бомбы. Ракеты Вернер фон Браун – конструктор ракетно-космической техники, построивший первую в мире баллистическую ракету дальнего действия, Фау-2, которая убила по меньшей мере 7250 военнослужащих и гражданских лиц. Позже в США Браун создал серию межконтинентальных баллистических ракет, способных к транспортировке многократных ядерных боеголовок по всему миру, а затем ракету «Сатурн-В», которая отправила людей на Луну. Концентрационные лагеря Фредерик Робертс, первый граф Робертс Кандагарский, впервые построил лагеря для беженцев, чтобы предоставить убежище гражданским семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за Англо-Бурской войны. Однако, когда лорд Герберт Кетченер пришел вместо Робертса на пост главнокомандующего в Южной Африке в 1900 году, британская армия ввела новую тактику в попытке сломать партизанскую компанию. Кетченер начал ужасающие убийства партизан, что привело к громадному количеству жертв, а мирных жителей, заподозренных в содействии партизанам, заключал в концлагеря. Экстази Антон Келиш впервые синтезировал 3,4-е метилендиоксин метамфетамин как побочный продукт исследования препарата для борьбы с обильным кровотечением. Интересно, что вещество не было популярно почти 70 лет, до тех пор, пока его не начали использовать в 80-х в танцевальных клубах. Экстази стал целым символом культуры рейва. Препарат вошел в четверку самых опасных запрещенных наркотиков, убивая примерно 50 человек в год только в одной Великобритании. Сам Антон Келиш погиб во время Первой мировой войны. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравились мои видео, то ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok